В дотелевизионной, в доинтернетной эпоху скандалом могло стать то, что сейчас для нас является классикой. Меняется контекст, и если в пушкинскую эпоху при виде девушки в мини-юбке добропорядочные купчихи упали бы в обморок, то сейчас подобный внешний вид не считается чем-то позорным для представительниц слабого пола. Мы уже частично касались темы скандальных картин в предыдущих выпусках. Например, у нас была «Большая Далийская» Жанна Энгра, «Веньонские девицы», «Пабло Пикассо», «Завтрак на траве», «Эдуарда Мане». Сегодня подборка именно тех картин, которые явились самым настоящим взрывом при появлении на публике. Начнем с «Родного отечества», где даже дым нам приятен, картина Василия Перова «Крестный ход на Пасхе». Здесь есть множество деталей, которые на первый взгляд, может быть, и не бросаются в глаза. Для этого нужно сходить, конечно же, в сам музей и внимательно ее рассмотреть. Ну, например, священник, как вы видите, в дупель пьяный, спускается по лестнице и своим сапогом просто давит пасхальное яйцо. Именно этим объясняется жест не менее пьяного мужика, который, валяясь на этом самом крыльце, тянет руку. На переднем плане скрепная дева несет икону, на которой отсутствует лик. То есть она, по факту, несет только один оклад. Старый оборванец справа от нее вообще перевернул икону вверх ногами. Под крыльцом валяется очередной забулдыг, и обратите внимание, что над ним женщина держит за волосы алканавта, который, возможно, готов проблеваться. Здесь есть и всевозможные аллегорические намеки. То есть крестьяне, они, посмотрите, с полузакрытыми глазами, а то и с закрытыми, и вот как слепцы буквально бредут к обрыву, который мы наблюдаем с левой стороны. При этом по ВДРю на них абсолютно плевать. Плевать настолько, что вот он даже пасхальные яйца с сапогами давит. Однако на Харугве мы видим всевидящее око, которое особо упорото и до сих пор почему-то считают исключительно масонским знаком, хотя у меня об этом есть и лекция, и экскурсия, можете посмотреть на канале. Биг Бразер из воченью, бог наблюдает за вами, ну и, конечно же, за ними, поэтому всей этой кампании не избежать страшного суда. Тут надо пояснить, что священнослужители не сидели на зарплате у государства, выкручивались как могли, и, конечно же, все праздники церковные, особенно такое, как Пасха, было идеальным поводом как-то поправить свое финансовое положение. Как и во время колядок, когда принято ходить по измам и там что-то изображать и получать за это подарки, точно так же в неделю после этого праздника священнослужители церкви отправлялись по домам, ну и, в общем, исполняли церковные песнопения. Их, естественно, за это нужно было поблагодарить какими-то подарками, в идеале деньгами. Естественно, как и Дед Мороз под Новый Год, который желает обойти как можно больше квартир и получить как можно больше денежков, так и священники старались обойти как можно больше домов, поэтому песнопение у них было крайне коротким. Что, естественно, не могло не напрягать крестьян, тем более, что Пасха это у нас после зимы, а после зимы крестьяне, как и медведь из берлоги, вылезший, растративший все свои силы, были абсолютно на мели. Поэтому самый простой и надежный способ спровадить папа из дома было налить ему чарочку, ну и, собственно, раз чарочка, два чарочка и вот вам картина Василия Перова. Естественно, что церковный надзор был возмущен подобным полотном, но не только он, не только часть общества, но даже и коллеги по живописному цеху. Вот, например, Василий Худяков. Он, кстати, интересен тем, что именно с его картины «Стычка с финляндскими контрабандистами» началась коллекция Павла Михайловича. Худяков писал своему патрону, слухи носятся, будто бы вам от Святейшего Синода. Святейший Синод, напоминаю, это был орган, который наблюдал, собственно, за всеми действиями, не только Русской Православной Церкви, но и вообще всеми остальными конфессиями. Располагался он в Петербурге на Сенатской площади. Вам от Святейшего Синода скоро сделают запрос, на каком основании вы покупаете такие безнравственные картины, выставляете публично. Картина эта была выставлена на Невском, на постоянной выставке, откуда, хотя ее и скоро убрали, но все-таки она подняла большой протест. И Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловки. Третьяков, перестраховавшись, решил изъять картину из экспозиции. Василий Перов не единожды обличал РПЦ, известно еще одно его полотно, чаепитие в мытищах. Мытищи тогда были известны своими источниками, и поэтому там находилось немало чайных. Люди специально ездили туда попить вот этого чаю на уникальной воде. Ну и здесь даже картина композиционно показывает вам столкновение интересов. Драматический эффект усиливает еще и то, что на груди у нищего, который еще и слепой на ту беду, орден Героя Крымской войны. Из России перенесемся, ну куда же вы хотели? Конечно же во Францию. Происхождение мира Густава Курбе. Вообще про его судьбу, связанную с неизгладимым желанием повалить вандомскую колонну, я рассказывал во время одной из своих парижских экскурсий. Кому интересно, помещу ссылку в описании под этим роликом. Полотно было написано в 1866 году, но публично появилось только в 1988. Оно и не мудрено. Даже сейчас, ну скажем прямо, данное изображение воспринимается, ну как бы сказать помягче, двоякое. Что уж говорить про вторую половину 19 века. Интересно, как и при жизни художника, так и после его смерти, многие пытались угадать, кто же изображен на этом полотне. Мне всегда было интересно, по каким критериям они судили. Ну на самом деле, если серьезно, конечно же, рассматривалась переписка, всевозможные документы, воспоминания и так далее. Большинство склонялось к мысли, что это Джана Джо Хивернан. Она параллельно с Курбе еще, как бы сказать, плотно общалась с Джеймсом Уистлером. Мы еще поговорим об этом в контексте следующей картины. Но последние изыскания, которые были проведены буквально несколько лет назад, показали, что, возможно, это была одна из парижских танцовщиц Константский Ньоу. А заказчиком выступал турецкий дипломат Халил Бей. И он же заказал Курбе еще одну картину, которая, естественно, точно так же стала предметом для яростных споров. Но прежде чем мы перейдем к рассказу о ней, нужно сказать, что сейчас вообще происхождение мира висит в музее Арсе. Причем она висит там абсолютно отдельно, в отдельном помещении. Нужно еще найти, то есть это нужно пройти с левой стороны, по-моему, на втором или на третьем этаже, я сейчас точно не помню. Естественно, она под пуленепробиваемым стеклом, потому что, ну, маньяки, идиоты, они были, есть и будут всегда. И до тех пор, пока она не оказалась в музее, она переходила из рук в руки. Причем даже находясь в частных коллекциях, ее все равно боялись экспонировать. Ну, а при жизни Курбе, естественно, не мог ее выставить, потому что понимал, чем это грозит ему и вот той, кого он, возможно, изобразил. Так вот, второе полотно называется «Спящий», ну, на самом деле, «О сумеи», это, в принципе, «сон», можно перевести, тут в данном случае неважно. Как вы видите, изображены две девушки в такой довольно чувственной позе. Она, в отличие от Арсе, находится в Пятиполе, рядом с Гранд-Пале, куда я все никак не могу дойти, хотя много раз бывал в Париже, и вот эти два здания, большой и малый дворец, они являются, ну, на мой взгляд, таким апофеозом золотого века Франции. Это произведение искусства точно так же не выставлялось до 1988 года. Вот здесь точно известно, что одной из натурщиц была как раз упомянутая Джоанна Хиффернан, и это вызвало, ну, небывалый скандал в ее отношениях с Джеймсом Уисслером. Я, кстати, давно хочу сделать такой выпуск «Американский Петербург», и вот Джеймс Уисслер будет одним из его героев, потому что он учился в нашей Академии Художеств. В общем, любовная лодка разбилась не о быт в данном случае, а об искусство. Многие предполагают, что это изображение спящих после любовных утех, тут есть некоторые намеки на то, и сорванные украшения, шпилька, жерелья, которые прям-таки валяются на скомканной белой постели, при том, что ожерелье разорванное. Сам Уисслер стал героем другого судебного процесса, то есть написав еще одну скандальную картину, но о ней мы поговорим отдельно, потому что это немножко другая тема. Картина называлась «Ноктюрн с черным и золотом, падающая ракета». Так вот, критикой один из апостолов движения при Рафаэлитов Джона Резкин, ну, имевший в этом движении такой же вес, как у передвижников имел вес Владимир Васильевич Стасов, например. В общем, Резкин посчитал, что эта картина не может стоить тех денег, которые попросил Уисслер, потому что он просто слишком мало затратил на нее своих усилий. Он писал в статье в газете, «Я много слышал о бесстыдстве и самомнении Кокни, но не думал, что мне доведется увидеть, как самодовольный скоморок станет требовать 200 генея за то, что плеснул из горшка с краской в лицо публики». С одной стороны, ну что такого, рецензия в газете, скандал может быть только на руку автору, но Уисслер решается подать на Резкина в суд основание клевета. Процесс длился примерно год, репутация художника довольно сильно пострадала, он потерял часть заказчиков, причем тех заказчиков, которые готовы были платить. В итоге ему пришлось объявить себя банкротом. В итоге суд он выиграл, однако решение его было довольно плачевным. Уисслер требовал компенсации в тысячу фунтов, а получил по решению суда четверть пенца. Позже он решил написать книгу «Изящное искусство заводить врагов». Резкин же на суд не приходил ни разу, и через время эта ситуация отразилась на его психическом здоровье. А может быть и не только это. Ну вот, вторая половина 19 века была еще отголоском тех времен, когда, я не знаю, в эпоху Рембрандта, картины оценивались не с точки зрения художественной значимости, а, я не знаю, с точки зрения красок, которыми они были написаны. Кстати, не знаю, там, гладкостью полотна люди могли подходить и прямо пальцем проводить. Ну и, конечно же, количеством изображенных людей. Густав Курбес, его происхождение в мир очень сильно повлиял на мир, на этот раз уже художественный, и продолжает влиять на него до сих пор. Вот, например, французская художница Орлан, сама по себе такая не очень, так сказать, спокойная дама, достаточно одиозная, создала ответочку «Происхождение войны». Ну и, в общем, по-современному выражаясь, это такой дикпик. Извините, мы не будем его показывать, хотите, загуглите. Вместо этого вам портрет самой художницы. Дальше у нас урок гитары художника по имени Бальтюз. На самом деле Бальтазар Классовский. Ну, когда мы смотрим на это полотно, мы по-старославянски спрашиваем «What the fuck?». Ну, то есть, что здесь происходит? Картина была создана в 1934 году. Ну и, в общем-то, как предыдущая, тоже долгое время пролежала под сукном и появилась на свет только в 1977. Изначально Бальтюз преподнес ее Анри Матису, ну а тот переправил в Музей современного искусства в Нью-Йорк, в Мома. Однако через 4 года был возвращен этот непригодившийся подарок. И, в общем-то, сейчас данное полотно не висит ни в каком музее, оно насходится в частной коллекции. Скандал может вызвать и вполне безобидную вещь. Вот, например, Роберт Раушенберг «Стертый рисунок де Кунинга» 1953 года. Ну, считается, что это картина рассуждения о том, в чем вообще смысл художника, художественного мира, зачем оно все нужно, куда мы идем, бла-бла-бла. Друг его и по совместительству абстракционист Уильям де Кунинг создал эскиз, который Раушенберг попросил пожертвовать ради искусства. После чего он просто стер ластиком карандашный эскиз. Ну и, так сказать, прокомментировал. Если искусство – это все, к чему была приложена творческая воля художника, даже двух на этот раз, является ли картина без изображения полноценным творческим актом и самостоятельным произведением? Вопрос этот адресован, я думаю, вы и сами понимаете, кому? Конечно же, нашему человеку Казимиру Малевичу, создавшему в свое время, как мне кажется, апофеоз живописи под названием «Черный квадрат». Между прочим, мемориальная доска, которая висит у нас на Исаакиевской площади и которую мало кто замечает, как раз-таки содержит в себе этот самый «Черный квадрат», поскольку он стал, ну, как бы мы сейчас сказали, знаковым отличием данного художника. Бывает так, что современное ханжество проявляется и в наше время, вот, например, 2011 год. Шару Камин, художница из Кувейта. Произведение называется «Его дилемма». В 2012-м открылась выставка «Это мужской мир». Значит, спустя три часа выставку закрыли. Один из посетителей возмутился демонстрируемыми там работами и позвонил в Кувейтское министерство торговли и попросил вести порядок. Не знаю, почему в министерство торговли, но Кувейту виднее. Не помогло даже то, что мужчины и женщины были изображены на картинах, в традиционных одеждах, лица женщин закрыты. Но для художницы этот случай имел положительные последствия. Все ее работы резко возросли в цене. Джон Саржент. Портрет «Мадам Икс» 1884 год. На картине реальная женщина-прижанка Вирджини Гутро. Саржент был не просто художником, но и неплохим маркетологом. А Вирджини Гутро, известная в то время жена банкира, дама полусвета, был такой очень обтекаемый термин. Икона стиля, медийная персона, сумевшая сделать эти качества профессией. Она вызывала у людей, цитата, «вожделение и раздражение одновременно». Кто-то ей восхищался, кого-то она дико бесила, но равнодушных не было. Ну, в общем, этакая Ксюша Собчак той эпохи. Художник не прогадал, написав ее портрет. Картина была представлена на парижском салоне в 1884 году, вызвала бурю эмоций, гнева и критики. Сначала был представлен другой вариант, где одна брителька приспущена. «Неприкрытое бесстыдство», — говорили критики, а еще они заявляли, что картина ужасно сделана. Ухо красное, нос слишком длинное, а кожа цветом, как у мертвеца. В газетах появились киркатуры, скандал нарастал. В итоге Саржент переписал картины, вынужден был уехать из Франции. Причины всего этого называют вовсе не детали произведения, а именно персону самой модели. Клод Мане «Впечатление. Восход солнца. 1872 год». Это наглядный пример того, как копирайт может победить безвестность. Нужно начать вот с чего. Время, когда во Франции экономический кризис, а члены Ботиньольской школы художников вообще сидят без денег. Образовалась коалиция вокруг Мане, но идею выдвинул Дега и стал лидером, поскольку сам Мане был в то время озадачен покорением Парижского салона. Это одна из самых престижных художественных выставок Франции. Дега же эту официальную организацию терпеть не мог, поэтому и отделились. Участники ссорились. Дега предлагал добавить сторонних художников в их ряды, Писсаро предлагал создать кооператив. Мане, которого звали вернуться в их ряды, поставил условием исключения оттуда Сезана. В итоге Эдмону, брату Агюста Ренуара, было поручено разместить работы для выставки на бульваре Капуцинок. Ему не нравились названия, точнее их однообразие. Мане представил кучу своих утренних пейзажей, и глядя на это, Эдмон попросил его назвать оригинально хотя бы один. Мане и придумал. Пусть будет название впечатления. Выставку посетил критик Луи Леруа, который, увидев это, написал разгромную статью и потребил впервые термин «импрессионизм». Благодаря этой статье Салон получил скандальную славу, что сыграло в итоге в плюс. Самое смешное, что позже сын Агюста Ренуара вспоминал. Отец очень переживал за того, что о нем, о его работах, было меньше всего нареканий и упоминаний. Интересно заметить, что сейчас импрессионисты это как раз, наверное, наиболее понятный стиль живописи для всех слоев населения. Ну, по крайней мере, допустим, американские туристы в то время, в доковидную эпоху, когда они еще приезжали в город Петербург и шли изначально на третий этаж Эрмитажа, сейчас в левое крыло главного штаба, где висели импрессионисты, сразу оживали, потому что это их. Ну и вообще, эти картины благотворно действуют и на всех наших туристов, потому что они действительно впечатляют. При том, что любой стиль конечный, и Мане в итоге списался, если смотреть на его поздние картины, которые точно так же есть в экспозиции Эрмитажа, то можно прям проследить, как быстро исчерпались все идеи. Но кто бы сказал негодующим критикам в 1872 году, что и этот довольно новаторский метод письма когда-нибудь станет обыденностью. Леонардо да Винчи, Сальватор Мунди, Спаситель мира, 1499-1510 года. Исследователи предполагают, что данное полотно писал да Винчи. Очень долгое время картину относили к так называемым Леонардескам, произведениям тех, кто подражал Леонардо. Но скандал настиг полотно не сразу, а через полтысячелетия. Ее купил в начале 20 века коллекционер из Англии Фредерик Кук, как Леонардеску, или картину ученика да Винчи. А в 1958-м уже его потомки продают картину на Сотбис за всего лишь 45 фунтов. В 2004-м году Спасителя мира купили арт-дилеры за 10 тысяч долларов и отправили реставрировать. Выяснилось, что картину многократно исправляли, убрали усы в бороду. Стало понятно, что на правой руке было написано два больших пальца. В итоге большинство специалистов пришли к выводу, что это все-таки творение кисти Леонардо. Хотя у многих остались и сомнения. В 2013-м году Спасителя купил миллиарден из Российской Федерации Дмитрий Рыболовлев за 127 миллионов долларов. Далее неразбериха. Рыболовлев обвинил арт-дилеров в завышении цены и в сговоре с Сотбис. Сомневаться, что это Леонардо, стали больше. Но позже он ее продал на Акристис за рекордные 450 миллионов долларов. А вот кто купил загадкой, говорят Саудовский принц, но это не точно. С тех пор картина как в воду канула. Она должна была появиться на выставке в Лувре в честь 500-летия со дня смерти да Винчи, но не появилась. Я думаю, что самая надежная версия заключается в том, что все это же домосонский заговор. Или картину купили религиозные фанатики, чтобы ее уничтожить. Франсуа Буше «Леда и лебедь» 1740 год. На картине мы видим античный сюжет о леди и боге Зевсе. Она сама по себе история весьма нескромная, но что вы хотите от древних греков, где все бегали голые и в общем-то кто кого схватил, тот того и полюбил. По легенде Зевс пришел к Леде в облике густя, чтобы она не догадалась кто он, но несмотря на это связь с ним состоялась и появилось потомство. Картий на этот сюжет довольно много. Есть относительно скромные варианты, например, у того же самого Леонардо, ну или относительно нескромные, как у Микеланджело. Однако самая вызывающая была написана Франсуа Буше со всеми деталями и подробностями. Можно представить, какой эффект произвела она в 1740 году на современников. И как интересно наблюдать различные интерпретации. Буше показал момент, видимо, перед соителем. Микеланджело изобразил сам процесс, а Леонардо иллюстрировал уже все после. Детишки вылупились из яиц у него на картине. Некоторые полотна мастеров эпохи Возрождения уничтожила фаворитка Людовика XIV маркиза Ментенон. Много картин дошли до наших дней как копии. Ну, причина, что они довольно-таки неприличные. Но это звучит довольно саркастично, учитывая довольно неприличную персону самого Короля Солнца. А уж про то, что звание фаворитки было институциализировано во Франции и считалось, так сказать, официальной должностью, об этом можно даже и не заикаться. Жан Леон Жером. Арабский рынок наложниц, 1866 год. Сцены на рынке невольников. Что мы видим? Покупатели оценивают потенциальный товар. Вероятно, дяденька, который засунул пальцы в рот рабыни товару, таким образом проверяет ее прикус. Ну, стоматолог, наверное. Художник неоднократно был на Востоке, поэтому подобные сцены наблюдал воочию. Современники были шокированы картиной, поскольку находили, что она крайне вызывающая. О полотне говорили, что это гимн похотливого доминирования мужчины над женщиной. Вот интересно было бы понаблюдать хоть одну картину из эпохи крепостного права в нашей скрепной России. Сюзанна Валандон, брошенная кукла, 1921 год. Художница много писала женщин, обнаженных женщин, дабы показать красоту их естественного прекрасного тела. Но вот эта картина воспринималась весьма неоднозначно. Возможно, сейчас бы автора обвинили в том, что она пропагандирует педофилию. Ну, посудите сами. Мы видим девочку-подростка. Еще вчера она была просто девочкой, об этом нам говорит детский бантик на голове. Хотя специалисты утверждают, что это своего рода аллегория. Нам показывают прощание с детством. Принято рассматривать женщину, которая обтирает девочку с полотенцем, как хозяйку борделя. А саму девочку готовят ко встрече с ее первым в жизни клиентом. На полу валяется кукла, символ сломанной судьбы. Тут, конечно, опять в пору упомянуть знаменитый анекдот, доктор, какие у вас картинки развращенные. Но это лишь дайджест общепринятых суждений известных искусствоведов. Потому что вполне возможно, что на полотне мы видим просто маму и дочь после купания. Рембрандт Хармонс Ван Рейн, монах в кукурузном поле, 1646 год. По всей видимости, это рисунок-эскиз, не более. Религиозная составляющая, которую забили, представлена на картину художника, есть и здесь. Ну, монах все-таки. Сюжет прост, если даже не примитивен. В центре монах католической церкви и дамочка. Ну, понятно, что монах нарушает один из главных обетов. А во-вторых, слева мы видим человека, который держит серп. Интересно, что будет дальше, когда этот персонаж подойдет поближе и увидит эту парочку. Хотя не исключено, что это такая довольно жесткая сатира на другую конфессию, поскольку Голландия, как мы знаем, была протестантской. Питер Пауль Рубенс, похищение дочерей Левкипа, 1618 год. На первый взгляд, все, как всегда, у Рубенса смешалось кони, люди, причем люди с такими пышными формами. Ну, Рубенс отражал моду на женское тело той эпохи. И никакого подтекста. Вы его видите, а он есть. Сюжет полотна основан на древнегреческом мифе о братьях Диаскурах, которых вы, ну, можете, например, наблюдать в Петербурге перед зданием Манежева, которое было построено по проекту Джакома Кванренги. Дело в том, что у картины есть и другое название, неофициальное изнасилование дочерей Левкипа. Братья Кастер и Полукс. В их происхождении, ну и вообще, как вы знаете, греческие мифы очень часто имеют несколько трактовок, поскольку мы их знаем из нескольких источников. Самый распространенный заключается в том, что один из них как раз-таки появился на свет после соития Леда и Зевса Гуся. Они украли дочерей царя Левкипа, которых звали Феба и Гелаира. После чего изнасилование, ну, в конце все очень мрачное, как в некоторых фильмах 90-х в России. В общем, все сдохли. Если вы думаете, что это такой вот единственный сюжет, ну, загуглите похищение собинянок, увидите массу и картин, и полотен, и всего остального. Про контекст похищения собинянок я, кстати, рассказывал как-то в рамках повествования о ресторане Яр, так сказать, в трактовке Гелеровского, который говорил, что там похищение собинянок запрещалось. Уильям Эттинь «Осторожность Кандавла», 1830 год. Сюжет данного полотна взят у Геродота из его истории, но есть и более подробное название «Кандавл царь Лидии украдкой показывает свою жену Гигу, одному из своих слуг и телохранителей, когда она ложится в кровать». Вот так все коротко и лаконично. От этой истории происходит понятие в сексологии под названием «кандаулезизм». Это девиация, суть которой – потребность показывать своего голого партнера другим людям. Ну, царь не знал, что это синдром. Его супруга Ниса, которую он показывал, раскрыла сей план, после чего стала требовать у этого слуги «убей либо меня, либо моего супруга царя». Ну, а че, извращенец? В финале царь Кандавл был зарезан у себя в спальне. Сальвадор Дали – великий мастурбатор, 1929 год. Ну, Дали сам по себе скандал, то есть мы говорим «Дали», подразумеваем скандал. Но, конечно, все его скандалы были очень тщательно выверены. Немалую роль, кстати, в этом сыграла наша соотечественница Елена Дяконова Ака Гала. Представьте, как бы выглядели картины Сальвадора Дали, будь он творцом не в манере сюрреализма, а реализма. На первый взгляд, как это всегда у него, на картине изображено неведомо что. Однако, внимательно присмотревшись к верхней правой части полотна, где изображено женское лицо, можно все понять. Собственно, это настоящий спорт рассматривать подобные произведения искусства, находить там ассоциации и все остальное. Современников, естественно, картина жутко раздражала. Ну, большую часть, меньшая же часть, приходила в полнейший восторг. Как вы заметили, мы в основном рассматривали произведения иностранных авторов. У нас была только одна российская картина. В самом начале это сделано нарочно, потому что самым скандальным картином нашей необъятной родины у нас будет посвящен отдельный выпуск. Я хочу поблагодарить мою коллегу-гидов шляпе Ирину Морозову за помощь в подготовке этого материала. Хочу сказать всем страждущим, что вы можете посетить мои экскурсии, которые проходят, ну, пока что в Петербурге только. В Москву, боюсь, отправлюсь только по осени. Идут они, как правило, с четверга по воскресенье. Расписание есть на сайте, ссылка есть внизу. Ну, а если вы любитель что-нибудь почитать, то есть три совершенно разных варианта литературы. Художественный роман, остросоциальный корень. Путеводитель Невский с перцем. Каждый дом от Адмиралтийства до площади Восстания. И пример современной публицистики о том, как Япония провела удачную кампанию, пиар-кампанию во время русско-японской войны. Ссылки на покупку всех книг есть точно так же внизу. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Увидимся оффлайн и онлайн. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok